Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. У меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него тоже есть в описании под этим роликом. Давайте подпишемся вместе и добьем 40 подписчиков. Мне будет очень приятно. Ну а мы продолжаем. Итак, что насчет ваших комментариев. Я вот даже вот сейчас, пока записываю этот ролик, открою предыдущий ролик. Получается пятый выпуск карьеры за вратаря. Почитаю ваши комментарии. Переходи в Бразилию, либо в Турцию. Там норм. Вот такой вот комментарий получил. Ну, в любом случае, вы пишите, переходи в Бразилию, в чемпионат Бразилии, либо в Турцию. Так вы пишите конкретно, какие клубы. Например, Хорват написал, попробую сделать запрос в Спартак. Без проблем. Так, запрос о трансфере. Список предложений. У нас здесь только, да, с Арменией. У нас там получается перейти в следующий сезон. Да, давайте мы перейдем. И сейчас откроется летнее трансферное окно. И мы сделаем запрос в Спартак. Так, 28 матчей, средняя оценка 5,9. Рейтинг, кстати, 72 вроде подрос. Вот такие вот статы, кому интересно. Ну, здесь прям прогресс очень хороший, как вы видите. 82 у нас будет через 3 года, примерно нам говорят. Ну, посмотрим. 28 матчей мы отыграли. Не знаю, сколько насухо. Стоит ли считать? Напишите об этом в комментариях. За сборную Хорватии мы еще, конечно, не дебютировали даже. Ну, а сейчас попробуем подать запрос в Спартак. Если не получится, будем ждать уже предложения от клубов. От других. Либо вот остаемся мы в Армении. Так, сообщение. Желаемый номер. Так, вот, кстати, насчет номера. У меня Артега Морена под первый, у меня 12. Ну, какой-то тоже не такой. Я бы хотел первый взять на самом-то деле. Давайте попробуем. Я бы хотел под первым номером все-таки играть. Вот, и запрос о Транцере. Погнали. Сразу же отправляем в чемпионат России. Давайте, во-первых, план игры их посмотрим. У меня рейтинг 72. У них есть Максименко 78. Есть Серехов 76. Есть Ребров там вроде еще, да? Да, вот. Ребров. И еще, ну, посмотрите, у них получается 6 вратарей. 6 вратарей. Я сейчас еще могу сюда 7 прийти с рейтингом 72. Я буду хуже Сельхова и Максименко. То есть, на топ-3 я вратаря Спартака буду сейчас. Давайте попробуем. Все-таки, причем не только один человек это написал. Вы этот комментарий еще и пролайкали. То есть, поддержали. Поэтому давайте я подам все-таки предложение в Спартак. Согласятся, значит согласятся. Нет, будем дальше ждать предложения от каких-нибудь клубов. Либо будем также продолжать играть в Армении. Так, нам приходит сообщение. Ваш предпочитаемый номер. А, нам не дали, да. Первый номер, мой 12. Я надеюсь, что вы сидите. Я начал переговоры. Все, у нас не берут Спартак. Получается, мы остаемся в Армении. Ну и просто ждем предложения. Я не буду никуда отправлять. Чисто только ваше предложение по комментариям и все. Написали в Бразилию и в Турцию. Но я же не буду в сборную Бразилии и в сборную Турции. Нет, нам нужны, естественно, команды. Поэтому будем ждать предложения. Если нами никто не заинтересован, будем играть также, продолжать в Армении. Ждать, может быть, зимы. Потому что никто нам не запретил зимой уходить. Так что до зимнего трансформа к нам будем играть тогда в Армении. Так, нам приходит сообщение. Сообщение новичке Гавазии. Эль Кабабри. Консидини. Так. Еще раз. Кого там подписали? Гавазии. 62-й рейтинг. Не знаю, зачем. Кого там еще? Эль Кабабри. Опорник 64-й. Тоже не знаю, зачем. А другого я не запомнил. Ну, у меня почти рейтинг. Ну, тут, кстати, есть Ленинер какой-то. 24-летний. Но я все равно как-то из основы Артегу Морену вытесняю. Мне бы лучше стать в Армении, а потом бы уже куда-нибудь там переходить. Поэтому вот. Играю я на легендарном уровне сложности. Поэтому, наверное, так и трудно у нас все это с вами получается. Но ничего. Мы не играем там. Мы просто им на воротах. Играем в воротах. Все. У нас, так бы, как бы сказать, работа маленькая, но важная. Лерис перешел в Атлетико Мадрид из Тоттенхема. Серьезно? Да ну. Меня вызвали в сборную Хорватии. Реально. Меня вызвали в сборную Хорватии. Ребята, вы посмотрите, как мне идет форма сборной Хорватии. Я просто огонь. Мы, кстати, что-то там на чемпионате Европы по пенальти Португалии проиграли. За 4-4 сыграли. Сейчас мы глянем. Сейчас мы глянем. А, уже нельзя? Вы серьезно? И мы не будем участвовать на чемпионате мира? Вот это обидно. Сборная Хорватии не будет участвовать на чемпионате мира. Какого уже, получается, 2022 года. Мы на Евро вон провалили что-то. И провалили по ходу квалификации еще к чемпионату мира. Но будем... Я не знаю, стоит или нет. Нам-то, наверное, стоит все-таки еще пока что играть за сборную даже в товарищеских матчах. Поэтому будем... Пока что будем играть. А потом уже будем, как и в карьере, за игрока симулировать. А товарищеские матчи играть только важные. Итак, сегодняшняя игра. Вы начнете игру как вратарь. Это кто бы сомневался. Мы на первом месте. Играем, кстати, против Вольфбурга. Вот такие вот дела. Ну что же, посмотрим. Посмотрим, как мы отыграем. Я хотел первый номер действительно взять, но мне его не дали, к сожалению. Вот и наш состав. Вот состав Вольфбурга. Так, там надо камеру поменять. Потому что с карьеры моего игрока я не поменял. Все. Арминия против Вольфбурга. Старт второго сезона. Поехали. Итак, Шуха-Арена. Арминия против Вольфбурга. Вот мы разминаемся. К сожалению, мой агент не смог договориться со Спартаком. Ну, что тут на агента-то винить. Сами такого уровня, раз нас даже в Спартак не хотят брать. Но, ребят, вы видели. Я прислушивался к вашим комментариям сейчас. Отправил предложение по этому год. Напишите в комментарии... Что там за ЛГБТшные капитанские повязки-то пошли? Что за поддержка опять началась? Ребят, у нас вот нормально. У Вольфбурга ЛГБТшная почему-то. Ребят, напишите в комментариях, стоит ли нам уходить из Армении в зимнее трансферное окно. Если стоит, то пишите, в какую команду. Я сразу буду отправлять запрос. И будем смотреть, будут ли интересны мои услуги другим клубам. Номер нам не поменяли. Сказали, будет он у Артеги Морены. Ну, а мы начинаем наш второй сезон в Бундеслиге. Поехали. Отлично, потащили. Первый удар, 20-я минута. Неплохой, конечно, момент. Опасный, на самом деле, был. Вот здесь вот еще когда слета пробивали. Здесь очень хорошо мы прочитали всю ситуацию. Понимали, куда он будет бить. И первый сейв у нашего Ивана Хорвата в этом сезоне. Отлично. Кулаками еще играем. Правда, выбиваем на ногу игроку Вольфбурга. Серьезный момент. И отбиваем. Ой, как сейчас было опасно. Если бы на добивании успел игрок Вольфбурга. Давайте посмотрим еще раз этот момент. Вот. Здесь очень хорошо прямо так распасовались. Пробили. Я-то отбил. Но и мяч мог в ворота вон полететь. И игрок Вольфбурга мог успеть. Ой, ой, ой. Ну как вот. Я сейчас прям понимал, как он будет бить. Я же даже отбил. Но под подмышку пропустил. Мехмеди все-таки забивает. Смотрим еще раз этот момент. Здесь я понимал, что... То есть... Во мне здесь тоже как-то ошибки... Я понимал, что будет он в ближний пробивать. Я дернулся в ближний. Как он так под подмышкой? Здесь просто надо было стоять и стоять. В такой столб бы точно он бы попал. Вот еще раз. С этой камеры. Как вам? Он отбил именно мяч. Зачем-то он вниз отбил. Так что здесь уже ошибка самого. Вот этого персонажа. Не моя. Я отбивал удар. Но он отбил свои ворота. Отлично. Вот этот намертво берем. Но вот если бы не пропущенный, мне кажется, я бы точно стал игроком матча. Даже после пропущенного мяча я не бросил играть. То есть концентрация у меня до сих пор есть. Я заряжен на то, чтобы... Хотя бы в ничью теперь уже играть. Но из-за моих партнеров я не знаю, что из этого делать. Ну здесь я даже потащил. Ой-ой-ой, как нам сейчас повезло. Отбил я этот удар. Отбил. 88-я минута. И вот сейчас вот второй уже момент такой за матч. Что вот... Я не понимаю, как он так отбивает направление мяча. Но здесь вот я вытянулся. А вот здесь вот просто действительно повезло, что игрок Вольфбурга, это Мехмеди даже может быть, попадает в штангу. И все. Минимальное домашнее поражение. Единственный гол. Но сейчас вы посмотрите статистику. Я ее увидел, ее по ходу матча показали. Смотрите. 10 ударов, 6 створ и всего лишь один я пропустил при владении. 70 на 30. Ни одного у нас даже удара не было. Ну, лучшим, естественно, все равно становится Мехмеди. 7,5 оценку все-таки гол забил. У меня оценка 6,5. Я самый лучший, я смотрю, игрок в составе Армини. По делу. 4 сейва сделал, 2 он там в штангу куда-то попадал. Я не знаю, где еще, куда два удара делись. Но один это гол. Куда еще один, я не знаю. Но в любом случае, минимальное поражение. Рейтинг 72. Средняя оценка за сезон 6,5. Итак, Луис Суарес удостоен награды лучший футболист Европы. Поздравляем его с этим. Не знаю, что он такого там сделал. Чемпионом Испании с Атлетика стало, либо что. Итак, у нас выездная игра против Айнтрахта. Они победили свой матч, кстати. Мы наконец-то идем не на последнем месте. Десятую строчку мы занимаем. Ну что же, выездная игра. Надеюсь, у нас сейчас все наладится. Мы в старте. Вот такой состав у Айнтрахта. Выездная первая игра. Ну что же, Айнтрахт против Армении. Поехали. Итак, Deutsche Bank Park. Вот так он называется, стадион Айнтрахта. Ну что же, Айнтрахт против Армении. Выездная игра. Мы начинаем причем с атаки. Интересно, что из этого выйдет. Поехали. Отлично. Первое спасение. Уже 11 минута и первый удар в створ. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как сейчас опасно было. И мы так на выходе сыграли. Я думал, что с ворота не успею вернуться. Ну как мы сейчас это спасли? Он прямо под самую перекладину удар шел. Кулаками выбиваем. Ой, на подборе Айнтрахт. Ой, да я думал, он возьмет мяч. Что отбивать-то? Сейчас опять бы свои ворота отбили. Ну вот, смотрим еще раз на этот момент. Это Басдос, что ли, у них нападение? Или кто? Очень похож. В касание так пробивает. У меня что-то руки тоже вот. Жесткости нет. Кто-то тоже насчет этого писал в комментариях. Ну и как вот это вот сейчас было? Да, Басдос, кстати, играет. За Айнтрахт. И все, заканчивается матч. Нулевая ничья. Вот честно, сейчас вам скажу. Если бы был я чуть ниже рейтингом, точно бы пропустил. Потому что здесь меня сами, причем защитники, подставляли. Был спокойный момент. Они вот дали пробить Басу до 100. Вы это, естественно, увидели. Но как-то глупо. 8 ударов, 5 в створ. Точно такое же владение снова. Я надеюсь, я стану игроком матча. Дико становится. У меня оценка 7.0. Я снова самый лучший игрок Армении в матче. Ну вот. Дико стал лучшим игроком. У меня 4 сейва из 5 ударов в створ. Вот такие дела. Все. Что еще могу сказать? Ну вот не пропустили. Первая сухая игра в сезоне. Уже второй тур. Мы на 13 место опускаемся. Рейтинг 72. Средняя оценка 6.8 за сезон. Клуб Атлетика Мадрид объявил, что Пареха подписал с ним контракт из Валериала. Перешел. Так. У нас сообщение. Сегодня крайний срок, когда мы должны ответить на все полученные предложения. Сегодня крайний срок. Ну а что будет, если я не продлю? Давайте посмотрим просто. Сейчас у вас нет. Клуб вам будет подобран автоматически продолжить. Нет, давайте мы тогда реально подпишем. А то я сейчас вообще без клуба останусь. Ладно, соглашаюсь. На 3 года, я правильно понимаю, мы продлеваем контракт с Арменией. 400 тысяч евро в неделю нам дают. Но в любом случае, я зимой бы хотел уйти. Буду ждать от вас предложений. Мог я, конечно, сейчас расторгнуть контракт. Но зачем, если мы вроде можем стать с лидерами в команде. Все такое. У нас вызвали в сборную даже. Так что вот такие дела. Сообщение. Мы сегодня в старте, кстати. Болельщики будут очень рады, что вы остаетесь. Ну, спасибо. Так. Хорват включен сегодня в стартный состав. Мы готовы ли он к победе. Можно ли мне план игры сборной Хорватии посмотреть? Смотрите, есть ли я. 72 рейтинг. Есть Субашич, естественно. Есть Левакович. То есть Левакович, он молодой. И это очень классный вратарь. Вот. И вот она вся сборная Хорватии. Дамагуи Вида, Калетакар, Жорука, Брусалько, Ракитич, Пашалич, Рэбич, Модрич, Власть. Кстати, с Рэбичем мы сейчас вроде играли против Файнтракта как раз. Марио Манджукич, Левакович, Субашич, Лоуэрн, Бродарич какой-то, Боришич, Бартулеч, Брозович, Кавачич, Перишич, Бекалок, Рамарич, Петкович и один Хорват. Это был тоже Вич какой-то. Левакович, Субашич, Ич. Нас бы тоже Хорватич. Вот. Так что играем против Польши. С Ливандовски в нападение. Тоже серьезная сборная. У них и вратарь, он шикарный. Поэтому мне кажется, дебют выдастся как нельзя кстати у нас сейчас. Кто у нас, кстати, главный тренер? Ну куда я зашел-то? План игры у нас Златко Далич. Вроде так его зовут. Ну что же, интересный дебют у нас сегодня ожидается. Ну что же, сейчас мне будет очень интересно посмотреть. Мы все-таки играем теперь за серьезную команду. За сборную Хорватии. Посмотрим. Вроде как есть хорошие же игроки в атаке. Это Манжукич, там Модрич тот же, Влашич, Рэбич. Хорошие в общем игроки. Посмотрим, как с такими партнерами по команде мы сыграем в товарищеской игре за сборную. Поехали. Итак, дебют нашего вратаря Ивана Хорвата за сборную Хорватии против сборной Польши. Вот он наш. Наша глыба. Действительно, вы посмотрите, как ему идет даже форма сборной Хорватии. Все. Мы заряжены. Первый номер получил он в сборной. Выше всех. Выше даже, ну, выше Ливандовского. Там, честно, выше. Вот наши болельщики. И вот он, гимн сборной Хорватии сейчас. Ребята полностью заряжены. Кладя руку на сердце. Ну, нас-то покажите. Вот он. Вот он наш. Ой, Модрич вообще попадет даже ниже плеча моего. Модрич самый низкий, я так понимаю, игрок. Сборная Хорватии. Ну, все. Давайте начинать. Хорватия против сборной Польши. Поехали. Опа. Вот он наш первый сейф на 79-й минуте. И все. Нулевая ничья. Для нас это первый был матч. Дебют за сборной Хорватии. Мы не пропустили. Даже сделали сейф. Интересно было сейчас за сборную. Посмотреть, как мы все-таки играть будем. Атаки были у сборной Хорватии. Значит, все-таки в команде зависит не только во мне. Вот, во втором тайме, правда, что-то мы подздали уж точно полякам. У них хоть и удаление было, но они все равно где-то так умудрили 6 ударов нанести. Один всего лишь створ. Лучшим стал 22 номер. Мерзвеч, Скви какой-то вот. У меня оценка 6,0. Средняя на самом деле ниже даже нету. Я отыграл, как и все. Неплохо. Один сейф. Ну, что здесь сказать. Действительно, вот один сейф. И все. Ну что же, у нас один матч за сборную Хорватии. 72-й рейтинг. Средняя оценка 6,0. Очередной матч со сборной. Играем теперь против сборной Бразилии. Серьезный соперник. И мы снова в старте. Нас выпускают. Вот такой вот у нас состав. Брекала выпустили. Виду. В центр переставили Боришич. Теперь слева будет. Ну и убрали Модрича. Вот такой вот состав в сборной Бразилии. Там Неймар, Малком, Фермину. Артур, Маркинис. Ну и оборона у них, конечно, вот в лице Эдерсона. Наверное, будет все-таки тяжело нашим. Поэтому будем стараться отыграть на ноль. Хорватия против сборной Бразилии. Поехали. Итак, Хорватия против сборной Бразилии. Наш второй уже матч. Доверяет тренер. Выпускает на две игры. Хоть и товарищеские, но все равно. Хорватия не будет участвовать, правда, на чемпионате мира 22-го года. Не прошла, я так понимаю, квалификацию. Но будем готовиться к чемпионату Европы уже 24-го года. Посмотрим, что из этого у нас выйдет. Вот опасный момент. Фермину отбиваем удара. Отлично. 39-ая минута. Мы пока что не пропускаем. Ребята, молодцы. Ой-ой-ой, какой же сейвище, а. Фермина нам пока что не забивает. Я хочу посмотреть на этот повтор. Вот этот более, наверное, опасный момент был вообще даже за сегодняшний выпуск. Он очень рядом с нами пробивал. И мы шикарно здесь реагировали. Ну, потому что ей некуда было больше пробивать Фермина. Либо мимо, либо в левый угол. Спокойно. Ой, здесь Давид Луис решил. А мы спокойненько. Я думал, сейчас к Жезусу, иначе, попаду. На Манджуки че. Выносим, но что-то не получилось. И какой удар Жезуса, а. Не забивает. Уже три удара сейчас было от нападающих Бразилии. Два от Фермина, один от Жезуса. Мы пока что не пропускаем. Главное, чтобы не сглазить. Но отличные моменты возникают у нас. Неймар вообще уже выдохся весь. И все. Второй матч за сборную Хорватии. Мы играем на ноль против сборной Бразилии. Я надеюсь, мы сейчас будем лучшими игроками матча. Столько сейвов сделали. Нереальных. Там и Луис даже нам пробивал. Два раза Фермина. Слил именно этот матч. Да, лично, наверное, сборная Хорватии. В атаке. Вообще их не видно было. Вот, пять ударов. Я стал игроком матча. Мой второй матч за сборную Хорватии. Я стал игроком матча. Семь ударов, пять створа. У меня четыре сейва. Просто невероятно. 72-й рейтинг. Средняя оценка за сборную Хорватии 6,8. Так, нам приходит сообщение. Мы сегодня в старте. На кубковую игру против Фрайбурга. Они пока что два матча свои проиграли в Бундеслиге. Играем мы на выезде, правда. Но посмотрим. Вот как теперь с этими ребятами играть? Я не понимаю. Вот удары от Дугласа Коста, который сейчас... Где он вообще там? Ну, он играл в Баварии даже вроде. Да, он играл в Баварии. Сейчас, наверное, в Ювентсе. Вот. Такие удары от Коста мы потащили. Там он мимо, правда, пробил. Не суть. Такого уровня, как сборная Бразилия, мы можем тащить. То есть это, знаете, все-таки зависит от команды. Нам надо переходить куда-то в лучшую команду. Иначе у нас никакого прогресса сильного не будет. Артега Морена даже в резерве сегодня. Линер на скамейке запасных. Вот таким составом мы выходим на кубковую игру. Фрайбург против Армении. Поехали. Итак, Метрополия Арена. Фрайбург против Армении. Кубок Германии. Вроде в прошлом году. Если не ошибаюсь, мы в первой же стадии. Отлетели. Вот. И опасные удары, ну, естественно, пропускаем. Я думал, он в ближний будет бить. Девятый номер. Фрайбурга. Холлер. Забивает 26 минута. И все. Потому что мои парни уже не отыграются. Тут, да. Тут уже меня можно уж точно винить. Только меня. Потому что думал, что будет бить в ближний. Поэтому как-то я остался в этом углу. И сравнивают. Армения сравняла сразу же практически. 32 минута. А Вусу забивает. Давайте посмотрим, как это было. Я отсюда так немножко видел, конечно. Мне нельзя приближать с этой камеры. Ну, как же здесь отлично, а? Из-под защитника пробил. Но шансы у нас есть. Главное теперь снова не расхлябаться. Потому что Армения очень редко забивает, когда я на поле. И тем более сравниваю. Так что спокойно, спокойно, ребята. Ну что это такое? Почему сейчас вообще не сдержали-то? Сейчас я уже чисто реагировал. И поздно прыгнул. Холлер забивает дубль. Ну как сейчас это можно было? Я думал, действительно, не буду выходить. Защитник справится. Он был даже первым вот на мяче. Капитан. И провалился. Ну и что, снова что ли сейчас? Снова. Ой-ой-ой-ой-ой. Пенальти сейчас может быть. Или нет? Ну как-то так. Я вообще не понял, что я понажимал. Отлично. Прям намертво забираю. Вбрасываю на одного там. Стоящего нашего игрока. И все. Теперь только вперед. Надо бежать. Мы проигрываем кубковый матч. Не знаю. Ну первый гол чисто на мне. Второй уже на защитнике. В любом случае плохо сыграла защита. Авусу даже смог забить впервые. Так что как-то так. Два удара. У них два в створ. Два гола. Ну и у нас. Гол. Это разный удар у в створ. Но все равно. Оценка у меня 5.5. Не самая худшая. Ну и не самая лучшая. Вон там у нас, естественно, Авусу 7.0. Ни одного сейва, кстати, я не сделал. А то, что вот это вот я в ноги прыгну не считалось. Ладно. Мы в первом круге. Сразу же отлетаем с вами. Майнц тут в дополнительное время обыграл Штутгарт. Ну и все. Такие вот у нас. Дела дальше бы против Лейпцига встретились. 72-й рейтинг у меня. 6.3 средняя оценка за сезон. Ну что же. У нас домашняя игра против Аугсбурга. Они на 10-й строчке. Мы на 13-й. Побеждаем их и обгоняем их в турнирные таблицы. Все очень просто. Поэтому нужно только победить. Вот такой вот состав у Аугсбурга. Вот такой вот состав у нас. Мы заряжены. Все-таки играем дома. Поехали. Итак. Шуха-Арена. Армения против Аугсбурга. Домашняя игра. Болельщики. Не знаю, как нам сейчас будут относиться за то, что мы вылетели в Кубке Германии в первом раунде же. Ну не знаю. Посмотрим. Все равно поддержка же болельщиков должна быть слышна. Поехали. Потащили. Наш первый сейв перед самым прям перерывом. Ну что это такое-то сейчас? Почему у меня вот так вот на грудь куда-то отлетелось? Что это вообще сейчас было? Смотрим еще раз этот момент, в котором я вообще даже не понял, что произошло. Вот здесь мы отбили. Вот это вот зачем сейчас было? Очень тупой гол. Тут даже нельзя сказать, что я виноват. Это сама игра как-то так вот это вот подставила. Защитник зачем-то начал отдавать передачу. Я зачем-то стоял на пути этого мяча. Ну и защитник мог видеть, что я стою на пути мяча. Как-то тупо. Здесь спокойно в руки уже мяч забираем. Итак, заканчивается матч. Минимальное поражение. Перед самым перерывом мы пропустили. Какой-то нелепый, курьезный гол. И все на этом. Оценка у меня 6 и 0. Причем, я сейчас так смотрю, я естественно отыграл лучше всех в команде именно. То есть, даже сама игра говорит, что это не моя была ошибка. Три сейва из трех ударов в створ. Как-то так. После третьего тура мы опускаемся на 14-ю строчку. 72-й у меня рейтинг. Средняя оценка за сезон 6 и 3. Итак, меня снова, кстати, вызвали в сборную Хорватии. Ну все, похоже. Я теперь буду взываться очень часто. А у нас сейчас выездная игра против РБ Лейпцига. Давайте посмотрим, на какой строчке там они находятся. Они находятся, кстати, на третьей строчке. У них 7 очков. Неплохо. Ну а Бавария пока что 100% результативность. Переходим к игре. Вот такой вот состав у Лейпцига. Вот такой вот у нас. Мы готовы. Выездная игра. Поехали. Итак, Red Bull Arena. Лейпциг против Армении. Интересный матч со стороны, наверное, Лейпцига. Потому что они идут на третьем месте. У них 7 очков. Они еще ни разу не проиграли в Бундеслиге. У нас уже есть два поражения. Поэтому посмотрим, как будет себя вести и Армения на выезде. Которая должна какое-нибудь шоу сделать. Обыграв там и отобрав очки у Лейпцига. Ну и Лейпциг посмотрим. Не расслабится ли игра с таким соперником. Ой-ой-ой. Ну вот это вот вообще. Вы просто посмотрите. Шлепнул такой мяч на ногу Пульсона. Сейчас посмотрим. Где были защитники, которые держали Пульсона? Где вот этот второй номер? Где пятый? Почему так тупо как-то? Давайте еще раз с одного другого повтора посмотрим. Ну, Кунку пробивает. На рикошете я вот так все равно отбиваю. Но здесь, естественно, пустые ворота для Пульсона. Здесь действительно ошибка, мне кажется, уже точно вот в этом моменте не моя, а самого вратаря. То есть я отбил свой момент. Защитники тоже не накрыли Пульсона. Как-то странно. И отлично отбиваем мы. Причем снова каким-то таким шлепком отбиваем мы удар Пульсона. Почему сейчас вообще мимо меня мяч пролетает? И заканчивается очередной матч. Очередное минимальное поражение. Правда, теперь на выезде. И опять же, курьезный гол пропустили. У меня оценка 6-0. У Хартела у нас тоже 6-0. Поэтому это как бы лучше у нас. Еще у Сьюферта это лучший показатель у нас в клубе. 6-0. Вот. Два удара в створ, два сейва. Как-то так. Мы опускаемся уже на 16-ю строчку. У меня 72-й рейтинг. Средняя оценка 6-2 за сезон. Итак, мы сегодня выходим в стартовом составе. Играем против Райбурга. Это прям наш соперник. Как и у нас, у Фрайбурга одно всего лишь очко. За 4 тура. Поэтому мы еще играем дома. Я надеюсь, мы сможем сегодня победить. Вот такой вот состав у Фрайбурга. Мы даже лучше голкиперы их. Ну что же, Армения против Фрайбурга. Пундеслига. Поехали. Ну что же, Армения принимает сегодня Фрайбург. Интересно, нас сегодня ожидает матч. Если я ее сейчас не забыл, то мы именно от Фрайбурга в кубке-то и отлетели. Так что посмотрим, получится ли у нас взять реванш. И мы все-таки пропускаем. И снова вот этот 9-й нам забивает. Снова холлер. 45-я минута. Смотрим на этот момент. Подача. Ну тут уже все. Тут не знаю, чья ошибка. Поэтому напишите в комментариях. Отлично, выбили. Отлично. Здесь уже засейвили. Надо бежать в атаку, естественно. И все. Заканчивается матч. Снова минимальное поражение. И снова нам забивает холлер. Обидно. Действительно обидно. Вообще ничего не показали в атаке. Менять команду нам точно нужно. Игра говорит, что у меня оценка 5,5. Значит все-таки это был мой момент. 4 удара в створ. 1 сейв. А где остальные мои сейвы? Откуда такие удары в створ, если даже ничего не попадало? Один удар всего лишь залетел. И все. Здесь я понимаю. Ну как-то странно. После пятого тура мы на 17-й строчке. Штутгар здесь на 18-й. Хорошо держится. 5 поражений из 5. Ну а мы пока что Штутгар хотя бы вон 3 мяча забили. Мы единственная команда, которая за 5 матчей ни одного мяча не смогла забить. 73-й. Уже рейтинг стал замечательно. Средняя оценка за сезон 6,1. Ну что ж друзья. На этом мы и заканчиваем сегодняшний выпуск. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал. Обязательно. Потому что большой процент смотрят без подписки. Ставьте лайк. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. А с вами был Андрей и канал Футбол. Это Жить. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok